Маленьким солдатам Великая память посвящается юным героям-антифашистам. Почти 76 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне, но ежегодно и в феврале и в мае люди вспоминают тех, кто сражался за нашу Родину, а сражались за нее не только взрослые, но и дети. 8 февраля 1943 года битлеровскими фашистами были расстреляны герои молодой гвардии Краснодона. Комсомольцы Олег Пашевой, Сергей Тюленев, Любовь Шевцова и их товарищи. Дэниэль Ферри 8 февраля 1962 года во Франции от рук нацистов из профашистской организации при разгоне демонстрации парижских рабочих, протестовавших против войны в Алжире, погиб школьник, интернационалист Дэниэль Ферри. Фадыл Джамаль 8 февраля 1963 года в Ираке был замучен юный коммунист Фадыл Джамаль, не выдавшись пришедшей к власти в Ираке фашистской диктатуре, где скрываются его родители. Все эти ребята погибли 8 февраля, только в разные годы. В их честь во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, было решено 8 февраля отмечать как День памяти, день юного героя-антифашиста. Представить бы их всех посмертно к ордену, тех, что сказали твердо как один, «Мы можем жизнь отдать за нашу родину, а родину за жизнь не отдадим». В нашей стране тоже были юные борцы против фашизма. Много их погибло в борьбе за мир и свободу нашей родины в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно вторглись на территорию нашей страны. Началась Великая Отечественная война. Вместе с взрослыми тысячи ребят встали на защиту Родины. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Они учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали коленки. Но пришел час, и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. Но не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. Юные, безусые герои, юными остались вы навек. Перед вашим вдруг ожившим строем мы стоим, не поднимая век. Боль и гнев сейчас тому причиной, благодарность вечная вам всем. Маленькие, стойкие мужчины, девочки, достойные поэм. Валя Котик Когда началась война, Валя окончил пятый класс. Семья пыталась уйти из Шепетовки, но немцы отрезали пути. Немцы сожгли дом в музее Николая Островского. Устроили возле леса лагерь для военнопленных. Превратили школу в конюшню. Подпольная организация не давала немцам жить спокойно. Дети помогали взрослым, минировали шоссе, расклеивали листовки. Валя вместе с подпольщиками поджигал нефтебазу, лесосклад, нападал на склад с продовольствием. Валя погиб весной 1944 года. С честью выполнил последнее боевое задание по охране склада с боеприпасами. За мужество, проявленное в партизанских делах, Валя Котик награжден медалью «Партизану Отечественной войны второй степени». В 1958 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Марат Козей Марат Козей – боец партизанской бригады Герой Советского Союза. Проявил храбрость и отвагу в боях с захватчиками. Однажды Марат выполнил очередное задание. На обратном пути разведчики были окружены фашистами. Когда фашисты подошли совсем близко, Марат поднялся во весь рост и с последней гранатой шагнул навстречу врагу. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Медалями за боевые заслуги, за отвагу. Возможно бы стал Рафаэлем, а может Колумбом планет, мальчишка в солдатской шинели неполных 15 лет. Но черные тучи фашистов затмели собой белый свет, и кончилось детство мальчишки неполных 15 лет. Фашистские танки все ближе, и кажется, выхода нет. И встал на пути их мальчишка неполных 15 лет. Муся Пинкинзон В начале Великой Отечественной войны Муся со своими родителями эвакуировался из города Бельцы, Молдавской СССР, на Кубань. Он прекрасно играл на скрипке. Когда в эту станицу пришли фашисты, семья была брошена в тюрьму. Пытки, издевательства, побои не миновали и Мусю. Но все это он перенес стойко. Часто для арестованных Муси играл на скрипке, которую он взял с собой. Семью Муси повели на расстрел. Перед расстрелом немецкий офицер приказал Муси играть. Он бережно достал свою скрипку и заиграл. Короткой очередью немец убил Мусю, а затем всех остальных. Леня Голиков Партизаном Леня Голиков стал, когда фашисты пришли на его родную землю. Вместе со взрослыми он участвовал в сложных и опасных операциях. 13 августа 1942 года группа партизан возвращалась в лагерь, выполнив успешное задание. Вдруг на шоссе показался вражеский автомобиль. Не растерявшись, Леня метнул в него гранату. А когда дым от взрыва рассеялся, он увидел убегающего гитлеровского генерала с портфелем под мышкой. Внимательно прицелившись, Леня выстрелил. Фашист упал. Он оказался генералом Вирту. В портфеле были найдены ценные сведения, которые немедленно отправили в Москву. 2 апреля 1944 года юному партизану было присвоено звание Героя Советского Союза. Но Леня уже не знал об этом. 24 января 1943 года он погиб смертью храбрых в неравном бою под селом Острая Лука Паловского района Новгородской области. Витя Новицкий Витя Новицкий – ученик 21-й школы города Новороссийска. Витя рано осиротел. Родителей он не помнил. Воспитывался в семье у дяди. Витя любил свой город и людей, живущих в нем. Фашисты подошли к Новороссийску. Советские войны отстаивали каждый дом, каждую улицу. С ними был и Витя. Вместе с пулеметчиками он засел в башню высокого дома. Отсюда отбивали атаки защитники города. Погибли все, кроме Витя. Немцам удалось ворваться в башню. Мальчика схватили, облили керосином, зажгли и бросили на мостовую. Люся Герасименко Люся жила вместе с родителями в Минске. 22 июня 1941 года вместе с родителями собиралась на открытие Минского озера. Но этому помешала нагрянувшая война. Семья Герасименко не смогла эвакуироваться. Народ Белоруссии начал подпольную войну против фашистов. Одной из подпольных групп руководил отец Люси. Люся помогала подпольщикам. Она выходила во двор играть со своими игрушками, внимательно следила за тем, что происходит вокруг. Она не просто играет. Она на посту. А в квартире Герасименко шло совещание подпольной группы. С каждым днем труднее становилось вести подпольную работу. Люся стала незаменимым помощником. Она выполняла самые различные поручения отца. Смелость, находчивость не раз выручали Люсю. И не только ее, а и тех людей, которым она передавала листовки, документы, оружие. Так шел день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Пока провокатор не выдал семью Герасименко. Люсю вместе с матерью бросили в 88-ю камню, где уже находилось 50 с лишним женщин. Татьяну Даниловну и Люсю вызывали на допросы почти каждый день и почти каждый раз страшно избивали. Вскоре Люси и Татьяне Даниловне приказали собираться с вещами. Их вывели во двор тюрьмы, повезут на растре. Девочка взялась за поручни, неспеша влезла и шагнула в машину. Так погибла Люся Герасименко в одном из залов музея Великой Отечественной войны. В Минске висит ее портрет. Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою жизнь за свободу и счастье людей, о тех, кто шел плечом к плечу с отцами и братьями в бой, о тех, кто сражался с врагом в суровые годы Великой Отечественной войны. Не щадя себя в огне войны, не жалея сил во имя Родины, дети героической страны были настоящими героями. Спасибо за внимание!